Сохраним ягры. Ветераны Северодвинска обратились в правительство России и в Госдуму с криком души. Море наступает на ягры. Причина, по мнению стражилов города, ежегодные дно углубительной работы на фарватере, которые ведутся в интересах Беломорской военно-морской базы. Сегодняшняя тема дня – сохраним ягры. Репортаж Мария Алексеенко. В 1968 году я приехал в город Северодвинск. И мы решили пойти искупаться в Белом море. Мы приехали на автобусе. Автобусы тогда заканчивали свое движение около кинотеатра «Спутник». Мы шли пешком. Мы шли пешком по дюнам. Мы шли пешком. Рядом великолепные сосны росли. А сейчас этого уже ничего нет. Там сейчас приезжаешь, прошел в 100 метрах и начинается море. То есть море действительно наступает, как говорит Иван Иванович. И очень сильно наступает. В книге Олега Химановича «Забытые страницы Великой войны на севере» описаны события на яграх с начала 1941 года. Уже в то время Молотовск имел стратегическое значение. Был порт и завод 402. Нужно было защитить город от врага. Поэтому на яграх, на самых высоких дюнах, которые имели высоту 4-5-этажных домов, были установлены артиллерийские орудия. Для них были сделаны бетонные основания с болтами. На них одевались эти орудия. В 1946 году орудия демонтировали, а бетонные основания остались. Как описывает в своей книге Химанович, расстояние от бетонных блоков до воды 200 метров. Сегодня эти сооружения уже в воде. Вот в настоящее время одна из крайних, из трех фундаментов зениток, вот находится вот здесь, вот в этом месте. Оно сейчас стало уже врастать в дно морское. Здесь была гора, сопка. Сейчас эта сопка отошла вон уже куда. Там не сопки, там жалкие холмы. А от этого фундамента до воды, до береговой линии, по малой воде, где-то было до 100 метров. Можете представить? Причина изменения береговой линии, по мнению ветеранов, дно углубления на фарватере. Грунт вывозят в море, а на его место течением заносится песок с береговой черты. Работы проводятся в интересах Беломорской военно-морской базы. Данную ситуацию командование БелВМБ оставило без комментариев. Вы говорите, что береговая, кромка воды была... Метров 150 отсюда, 200 даже может быть. Вот в настоящем, вот от той точки, где мы сейчас стоим. Сейчас береговая линия Твоинского мемориала примерно в 50 метрах. Владимир Бармин вспоминает, пока не укрепили эту часть набережной, во время шторма вода размывала кладбище. На моем веку сам видел, вот порядки покойников лежат, гробы в гробах. Потом коммунальные службы приходили, все это хозяйство переносили. В 65-м году на 20-летие Великой Победы укрепили берег у мемориала. С тех пор береговая линия стоит на месте. В 2011 году на Ягре обрушился шторм небывалой силы. Частично разрушил набережную, затопило воинский мемориал. Тогда всему виной был сильнейший циклон с Атлантики. Вода впервые подобралась к домам на Макаренко-30 и Приморском бульваре-6. Когда я вышла на балкон, открыла дверь, это что-то невозможное. Я думала, у нас дом унесет прямо в море. Все, кругом была вода. Сильный ветер и прилив с Белого моря подтопили большую территорию. Залило водой порт, дороги, цокольные этажи жилых домов. Остров сильно пострадал. С каждым годом, по словам ветеранов, обстановка только ухудшается. На острове Ягра, кроме жилищного комплекса, еще находится и очень большое предприятие. Это центр судоремонта «Звездочка». И вот уже некоторые цехи, к некоторым цехам уже начинает подходить вода. Ветераны считают, в одиночку город не справится. Надо входить в федеральные программы, целевые программы. Для этого надо прорабатывать очень хорошо этот вопрос. Берег нужно защитить капитальными сооружениями. Пока укрепили только 200 метров. На Яграх появилась набережная имени Зрячего. Там обязательно надо забивать шпунт Ларсена, где-то длиной, это минимум 20 метров. Делать бетонные стены надо, примерно до 5 метров, для того, чтобы укрепить берег. От наступления песка, воды и так далее. А это миллиарды рублей. В Госдуму и правительство страны ветераны направили обращение от имени 75 тысяч человек. А это треть Северодвинска. Мы можем, конечно, сбросить на потомков решение этих вопросов. Но когда вода будет плескаться у крыльца дома, жилого или в подвалах, это потребует очень больших вложений. Пока ветераны ждут ответа и сдаваться не собираются. Говорят, день судостроителя учредили благодаря общественности. Также отстоят ягры. Мария Алексеенко, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска.